Четвертый критерий, который является не менее важным, это соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов. Адекватность, измеримость и достижимость таких результатов. Это очень серьезный критерий, вы видите, если на слайде, слева количественные и качественные результаты проекта, справа общий бюджет. Когда мы общий бюджет делим на количество благополучателей, мы с вами понимаем, сколько средств приходится на одного благополучателя и смотрим, какие качественные изменения произошли в результате вложения этих средств. Сразу хочу вам сказать, здесь учитывается общий бюджет и когда вы заявляете софинансирование, мы смотрим средства гранта плюс ваши средства, делим этот общий бюджет на количество благополучателей и видим, вот такой объем средств приходится на каждого благополучателя. Это же можете сделать спокойно и вы. Как правило, есть грантовые направления, которые требуют значительных затрат, особенно если это касается работы с детьми-инвалидов, особенно некоторые группы детей, для которых закупается дорогостоящее оборудование. Очень много стоит и программное обеспечение, и специальные принтеры для слабовидящих, на которых изготавливают. Очень много стоит программное обеспечение для обучения слабовидящих, либо вообще слепых на работе на компьютерах. Есть такие программы, мы это прекрасно понимаем. Есть очень дорогостоящее оборудование для реабилитации инвалидов, для обучения инвалидов. Есть дорогостоящее оборудование для поисковых работ, и в принципе, когда вы его закупаете, вы должны думать о результатах. Какой результат будет в рамках реализации вашего проекта и насколько обоснованы эти затраты. Поэтому здесь должен быть четко прописан социальный эффект от вашего проекта. Что мы достигаем? И не всегда нужно гнаться за количеством. Некоторые просто начинают для этого писать большое количество тех, кто просмотрит видеоклипы. В рамках тех, записывая это в количественные показатели, что у нас будет 100 тысяч, 500 тысяч благополучателей. И потом мы сталкиваемся с вами при рассмотрении заявки, что нужно отчитываться. Если вы выиграли грант, нужно отчитываться, у вас контрольные ключевые точки, в которых есть этот количественный показатель, вы прокрутили видеоклип, мы просим, покажите, где 500 тысяч человек из вашей целевой группы, которые увидели клип. Ни вы не можете представить нам, ни мы не можем подтвердить или опровергнуть. То есть все эти показатели должны быть измеримы и адекватны. Это важное условие. Когда вы вносите тот или иной показатель в свою заявку, он должен быть вами обоснован и понятен нам и вам. Поэтому там, где вы не можете посчитать точное количество, вписывайте это в качественный результат. Не надо пытаться гнаться за количеством. Обратите внимание еще раз на этот слайд. Мы учитываем и количественные изменения, и качественные изменения. Иногда качественные изменения, они более важны. И пусть эти качественные изменения будут в отложенный период, даже за пределами гранта. Напишите об этом, и мы увидим, и эксперт увидит, что да, будет результат сегодняшний с тем количеством участников целевой группы, благополучателей. Но есть отложенный эффект, который превысит все показатели видимого сектора в пределах реализации проекта этого года, когда вы реализуете грант. И отложенные ваши качественные показатели будут длиться большое время. Это тоже важно, и это тоже влияет на оценку по данному показателю. Перейдем к нашему проекту. Общая сумма расходов на реализацию проекта, заявленного, почти 3,5 миллиона рублей. Количество, которое показал заявитель, 350 человек, и качественный результат объединения студенческого сообщества. 350 человек хотелось бы видеть в рамках любого проекта в календарном плане, когда каждое мероприятие привлекает какое-то количество из указанных людей. Мы с вами просмотрели вместе, я публично его показал, календарный план. Там нет вообще ни одного человека. Просто ни одного человека. Остается просто верить на слово, что эти 350 человек возникнут из воздуха. Каким образом они будут отобраны, для эксперта непонятно. Если для эксперта непонятно, как он может поставить высокую оценку такому проекту. Поэтому, если вы написали что-то в 13 пункте, как количественный показатель, но этого нет в календарном плане, вы попадаете в такую же ситуацию, как сегодня попал этот проект. Когда цифра стоит, но она ничем не обоснована в календарном плане. Ни одного мероприятия, подтверждающего наличие лиц из целевой группы, обращаю внимание, те люди, которые записаны у вас в целевой группе как благополучатели, в количественном показателе отражения в календарном плане не нашли. Поэтому они необоснованно внесены вами в 13 пункт. Не повторяйте такую ошибку. И второе. Качественный результат. Мы видели поставленную цель, и в принципе мы должны достигнуть цели увидеть качественные изменения. То есть, если плохо знали о партизанском движении, о лицах, которые организовали сопротивление врагу, о ситуации по освобождению Брянщины, кто освобождал Брянщину, кто противостоял нашим освободителям, мы сегодня этого не видим. Мы видим качественный показатель объединения студенческого сообщества. Объединение вокруг кого? Мы только что с вами читали, что там и школьники собираются быть старших классов, и просто молодежь, не являющаяся студентами. Но здесь мы видим почему-то объединение студенческого сообщества. Что должен поставить эксперт по четвертому критерию, если он видит вот такие показатели? Я думаю, что максимально 2-3 балла. Но если он очень добрый, поставить 4, посчитав, что есть информация немножко в бюджете проекта. Но она должна быть не в бюджете, а в календарном плане. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...